Всем привет! Вторая рыбалка на Головля в этом сезоне. Приехали в одно из моих любимых мест на Головлиной маленькой речке. И сегодня на этой рыбалке я решил посмотреть в работе палочку от F-магазина топового сегмента под названием Касабланка, которая как раз по большому счету и заточена под белого хищника. Первые выводы по ощущениям от снасти я сделаю в конце ролика, а сейчас собираемся и идем искать красноперого красавца Головля. Самое то для маленьких речек. 2,12. Я тут раньше все струной ловил, но в последнее время что-то стало больше тоже флюрик. 0,23 мне кажется, самый раз. Ну я вот 0,3 обычно. Но отрезает, конечно, бывает. Да отрежется любой, наверное. Ну 0,5 не отрежет, но с ним уже и приманки не играет. Ну да. Тут место, да, вообще классное. Вот я говорю, он перекат-то длинный, вот он оттуда и вот, пожалуйста, он не сдадет. Так, ладно, а ты наверх пойдешь или тут вниз? Да можно и вверх будет сходить. Можно отсюда начать. Да, наверное, так. Прибываю, начну. Здесь я обычно на лобдер ловил. На лобдер? Прямо высокий уровень. Даже вон трава подтоплена. А потом ты прям, говоришь, сходы запонят? Прямо под центром, да? Да, здесь я прям ходил в сапогах на середине. То есть за бродик ты вообще, если ты прям ходить не делаешь? Ну, местами, конечно, можно и по поясам ходить. Но я такие места просто вхожу по берегу. А так вот. Большинство мест можно прямо посередине пройти. Есть? На Австрим. Есть, есть, есть. Некрупненький. Первый. Поклевка очень хорошая. Я даже испугался. Сразу два тройника съел. Ну, такой. Некрупный. Но красавец. Куда ты стой? Сейчас тебя отпущу. Красавец. Давай, красавец. Гуляй. Пошел. Прямо за куточкой. Ну, поклевка прям такая царская. Ну, в самом перекате рыбы нет. По крайней мере, нет поклевок. Я думаю, если бы головль был, особенно в количестве, ну, хотя бы один-два, они бы отозвались. В коряшке он взял сразу. А вот здесь в перекате тишина. Я думаю, надо искать его в других местах. Медленная-медленная проводка на снос. Небольшое вращение. Если вот так вот мотать против течения поклевок, ну, вряд ли они будут. Если только какой-то прям сверхактивный, сверхголодный, агрессивный головль. Вот, был удар, был удар на Чирфула. Хороший удар, кстати. Вот здесь, прямо около берега, в маленькой струйке. Ну, это точно головль. Ну, собственно, как я и думал, по высокой воде он будет стоять где-то в прибрежных струях. Может, прям на самой границе с берегом, а не в центре переката. Ну, лазить здесь, конечно, тяжеловато. Кропивка уже высока. Тропинка вон есть. Ну, это тропинка на ключик. А вот дальше ключика, туда он ниже. Тропинок уже нет. Вот они и джунгли начинаются. А в десяти метрах отсюда стоят дома. А здесь вообще он не хоже на. Вот бывает такое порой. Место прямо в деревне, а на рыбалку никто не ходит. А порой приезжаешь куда-то в глушь, в дичь. И там толпа народу, палатки. Отдыхающие, рыбаки, мусор. А тут вон, и чистенько, и народу нету. Красота. Это хорошее место. Здесь я ловил крупных. Прямо вот тут, в спокойной воде обычно. Ну, кстати, палочка прям приятна в работе. Помимо того, что точно кидает, за счет жесткости и строя. Ну, и длины, конечно, потому что длина большая не нужна. Я прям чувствую каждое колебание приманки. Даже вот так вот на снос. Ну, и, конечно, надо проверить самое интересное место. Самый низ переката в каменную гряду. И где она заканчивается, уходит в яму. Вот оно. На этом перекате это самое лучшее место. Еще на коряк навалил. Раньше таких не было. Ну, если где-то он и стоит, то здесь. О, уже есть. Я думаю, это по камушкам. А это он. О, как. Да и как жадно-то. Все ясно. А я думаю, по камушкам что-то уже больно жестко бьется на снос. А это голаврик маленький сел. Вот такие поклевки у него бывают. Не обязательно сильный удар. Просто тык-тык-тык-тык-тык. А воблер вон где. Очень жадно. Я даже боюсь, что он, наверное, не выживет. Тройника я просто не вижу. А нет, вроде бы нормально. Хотя, нет, закровил. Хотя я голавриков и не беру. Никогда даже больших. Но вот этот, скорее всего, не жилец. Так что, кошки, мушка будет рада. Так, ну тут отозвался прям буквально моментально. Вряд ли он тут один был. Сменой приманок надо будет здесь обязательно поработать. Вот, блин, какая поклевище прям. Из-под этой коряги. Все, болтать не надо. Надо ловить. Тут его полно стоит. Два заброса, две поклевки. Есть. Есть. Опа. Ну тоже некрупный. Ну взял. Чирфула любят. Ага. Давай гуляй. Нет. Скорее всего, надо что-то более глубокое все-таки. Совсем прям кверху он идти не хочет. Так. Попробуем что-то. Что у нас еще есть? Ну, например. Чабик. А давайте попробуем китайский чабик. За 50 рублей. Не хочет расставаться с оригинальным. Ну, чабик. То ли 50, то ли 60 рублей. Давайте попробуем. Ради интереса. Как хотя бы он играет. Это, кстати, даже вроде играет. Ну да. Какая-то игра есть. Не такая звонкая и мощная, как в оригинала. Но он играет. Да, в принципе, даже неплохо играет. Немножко подваливается, конечно. Но игра есть. Вот, и головой был, блин. Исход. Даже он закрутил мне его как. Ну да, когда он есть, в принципе, он может плевать и на такие вот дешевые приманки. Когда он хочет плевать. О, опять ударчик был, тык. Есть. Догнал, взял. Ну вот, пожалуйста. Воблер за 50 рублей. Ах ты! Как он мягенько натягивал. Прям мягко-мягко такая просто натяжечка пошла. Даже не понял сначала. А потом уже почувствовал, что рыба. Так, ну давайте попробуем ради интереса. Оригинал. Тройники я ему поменял. Чтобы не было, как в прошлом году, разгибания на трофеи. Но главное его не зацепить. Ну, игра совсем другая, конечно. Более мощная. Более выраженная. Но, честно сказать, после того, как поставил оригинал, не особо-то оно изменилось. Была одна поклевочка, один тычок и все. Давайте дальше перебирать. Главль по-любому есть. Надо просто перебирать приманки, и он будет отзываться, скорее всего, я думаю. Обычно так это бывает. Так, есть у меня малявки вот эти с Алиэкспресса. Из набора, которые разноцветные. Есть оригинальные, кстати, еще. Страйк ПРО. Ну, попробуем из набора. Раньше они ловили неплохо. Нет, он тоже мелковато идет. Надо что-то более глубокое. Ну, вот так, когда находишь логово головлей, можно уже сидеть, перебирать приманки. И, скорее всего, найдешь ту, на которую он клюнет. Да, вот знал бы, что воды так много, я бы взял побольше, более глубинных воблеров. И шедиков, и кранков. Ну, похоже, больше никто не хочет на этом месте клевать. Но и то неплохо. Пяток поймал, десяток поклевок было. Но, в принципе, это пока лучшая точка. Ну, а солнышко уже потихоньку садится, так что надо успеть на другие места. Так что вперед, не будем застаиваться. Тут надо прям вот медленно-медленно. Ага, вообще прям можно не мотать. И самое главное, в прибрежной струе вот этой прям задержать на месте. Я бывает прям по минуте вот так просто держу на одном месте и все. Ну, когда на месте держишь, очень много пустых поклевок бывает. Ты считай, леска натянута максимально. Он сзади бьет с разворота. Зато поклевки мощные. Если ты когда кидаешь вниз под чень, ты очень медленно ведешь, да? Иногда вообще прям не мотай. Просто если ты кидаешь вот так, под 90 или чуть там поменьше, он у тебя просто сам сносится, его беру и все. Слабину просто выбираешь. Был. Был, да? Был. Сильно? Слушай, это вообще, конечно, я по этому соскучился и забылся. Вот это прям подачка была, как ты сказал. На натянке, да, просто садится. А, да, да, да. Блин, знаешь, как у сандаля, вообще кайф. Вот надо подбирать прямончик. Я, значит, вспомнил, за что я любил эту рыбалку. Если пробовать вот палки мягче, чтобы они его вязали по системе, как в Жериху, или так не пройдет? Да почему? Тут дело уже просто конкретных рук. Кому-то нравится мягче, кому-то жестче. У меня на головле палок 7, наверное, 8. Все разные. Какие-то жесткие, короткие, какие-то более длинные, более мягкие. Вот, удар на сноте. И, в принципе, это щучка, по-моему. Это щучка. Как у тебя жерех же на грубую палку давал холостые поклевки. Так вот и здесь. Не, здесь вот мы с головлением немножко по-другому. Не работает такое, да? Не, но, я говорю, все от рук зависит. У Жериха поклевка все-таки другая. Тут тоже можно с затяжкой фрикциона все это дело настроить. Я, в принципе, одинаково ловлю и мягкими, и жесткими палками. Вот у меня есть, считай, этот, как его, Сент-Крой, легенда до 7 грамм. Она прям мягкая, то есть она прям вяжет его. Здесь, видишь, палка, она жесткая до 11 грамм. Тоже, в принципе, и реализация хорошая, и поклевки. Я всю жизнь с этим марионом ловил, мне очень нравится. Вяжет он, конечно, не очень, но поклевки. Он же маленький, коловатый, вообще просто поклевки мои пушечные. И по любым кустам лезть удобно. А дальнобойность? Да не сказал бы я, что я там сильно ближе туда. Она и не везет, не везет. Ну, на таких реках она не нужна, тут нужна точность. Поэтому здесь лучше все-таки более жесткие палки, вот такие вот. Она более точно кидает, чем лапша, особенно если ветер. Сейчас лапшой пока замах, пока чего, все полетело на кусты, до свидания. Но где река побольше, там, в принципе, палки помягче, мне нравятся больше. Даже вот на мордине то же самое. Они и кидают немножко подальше. Но опять же, если трава, мягкая палка, рыба залезла, все, до свидания. Так, здесь нам надо обходить. Раньше вот тут можно было пройти, но теперь вот беда какая. Все хуже и хуже становится с головлем последние годы. Вроде-то рыба, которую никто не ловит и никто не берет особо. А его все меньше и меньше. В то же время щука с удовольствием все забирают, а их сколько было, сколько и есть. Вот на риджик, ай-яй-яй-яй-яй, хороший был. Полкилышка, наверное, было. Но это перекатик, он всегда работал по-хорошему. Это камушки уже, камушки, да? Нет, здесь трава, кувшинка. Да, здесь не глубоко. Надо прям все поставить, наверное. Вот тут ридж все время на этом месте хорошо работал. Вот на него, видишь, сразу он взял. Вот тин намотался, он уже не играет. Когда с того берега ловил, одного тащу, за ним еще штук пять провожают. Плывут, пытаются у него кранка за рта вытащить, отнять. Антоха-то тут на какого-то жука самодельного. Вообще хорошо отловился, я ни одного не поймал. Даже поклевки не увидел. А он их штук пять вытащил. По-любому там в корягах сидит, он там так страшно проводить. Шанс на то, что там оторвешь 90%. После жереха прям непривычно эти проводки все аккуратные делать, медленно. Там привык уже, либо накручиваешь, либо в среднем темпе. Рыбалка закончилась чуть раньше из-за приближающейся грозы и ливня. Но и этой короткой вечерки хватило, чтобы поймать несколько голавликов и оценить в работе удилища. Первое, что хочу отметить, точность и легкость заброса. Не только объемных приманок, но и легких воблеров мину. Хотя несколько раз я даже перестарался и запулил воблер на тот берег. Не рассчитав свои усилия, так как со снастью был до этого не знаком. Оценивать звонкость в ловле головля не вижу большого смысла. Скажу лишь, что удилище максимально передает колебания воблеров и других приманок на проводке. Что, наверное, как раз и важно при ловле на снос, без вращения катушки, чтобы просто понять, что приманка завелась. Сечеты держат головля неплохо, но статистики пока маловато. Для этого нужно больше поимок. В целом, это еще один отличный инструмент высокого класса для эстетичной рыбалки по белому хищнику. Ну а в ближайшее время постараюсь снова выбраться на эту реку и повторить эту рыбалку. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, оставлять лайки и комментарии. А я желаю вам удачных и продуктивных рыбалок. И не хвостань чешуи. Всем пока.